У нас есть поручение мэра, мы будем вносить изменения в программу. Сегодня просто мы отчитались о работе, которая была проведена в 2018 году. В связи с тем, что вы слышали установку, которую дал Геннадий Леонидович, будет комплексное решение вопроса всего этого микрорайона. И, безусловно, я думаю, что это потрясающая идея, потому что и парк Превроженский очень долгое время был не самым привлекательным местом в нашем городе, к сожалению. И зоопарк наш, который все-таки развивается. Действительно, мы очень рады тому, что мы занимаем лидирующие позиции по размножению, по обмену и приобретению новых особей, по экологопроисветительской работе. Мы получаем на уровне министерств всей Украины каждый год грамоты определенные. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы это был более европейский, более цивилизованный вид. Поэтому речь идет о том, что это будет концептуальное решение. Сходом со стороны Мечникова через парк Превроженский по центральной аллее вход в зоопарк будет с этой стороны, со стороны парка Превроженский. И, конечно, это только так, как это новая идея. Программа, как вы знаете, была принята в 2013 году. В некотором смысле она уже устарела. Есть современные сегодня технологии, современные решения. И в связи с этим есть поручение мэра. Мы разрабатываем эту концепцию. Мы будем вносить изменения в эту саму, собственно, программу. И, как сказал уже Геннадий Леонидович, весь этот микрорайон должен преобразиться. И, наконец-то, он превратится в цивилизованный, яркий, интересный. И сам парк Превроженский, в котором, собственно говоря, как вы знаете по его реконструкции, так как это территория бывшего первокрестьянского кладбища, там не будут вестись никакие работы, которые могли бы потревожить, так будем говорить, прах людей, выдающихся одесситов, которые строили наш город. Поэтому даже идея создания музея, истории Одессы, идея создания какого-то некого такого летноконцертного пространства, она все будет носить какие-то очень современные, альтернативные идеи и решения для того, чтобы это действительно было место отдыха, место какого-то расслабления, но, тем не менее, ее центральная аллея станет основным входом в центральный вход в наш зоопарк. На самом деле, знаете, сказать, что деньги не выделялись нельзя, потому что наш зоопарк абсолютно полностью содержится за счет бюджета. И средства, если мы говорим, не выделялись деньги, то это совершенно не соответствует действительности. Что касается, знаете, по положению, как бы коммунальные учреждения, деньги даже, которые она самостоятельно зарабатывает, это тоже являются бюджетные деньги. И деньги, которые были заработаны от входного билета, эти деньги направлялись, опять же таки, их никто не забирал, не изымал, не перенаправлял на какие-то другие нужды того же самого зоопарка, эти деньги направлялись на развитие. Закончен общественный туалет, сделано несколько новых вольеров, есть те, которые о декорировании и так далее, и так далее. Это то, что мы, понимая, что концепция, которая была в 2013 году, она должна быть переработана, не имело смысла вкладывать существенные средства в то, что потом нужно будет переделывать. Поэтому мы, скажем так, обходились такой вот, такой малой кровью, будем говорить, да, но полностью содержится зоопарк за счет бюджета города. И это очень большие суммы. На фоне того, что происходит, скажем так, в других зоопарках Украины, ровно Луц, которые, ну, фактически не получают финансирование, наш зоопарк, слава богу, тебя очень хорошо чувствует. И подтверждением тому является то, что мы по 36 видам получили приплод. Благодаря тому, что есть наши средства, есть этот приплод, у нас обмены получили новых 18 видов животных. То есть, так скажем, знаете, несколько преувеличенные слова о том, что зоопарк наш не финансируется. Он действительно финансируется, финансируется очень хорошо. Сегодня, безусловно, мы рассматриваем, в первую очередь, вопросы финансирования бюджетного, потому что зоопарк является социальным объектом. И так как это природно-заповедный фонд, то здесь мы, конечно, будем надеяться на социально-ответственный бизнес, но и сами не плашаем, что называется. То есть, безусловно, будут изыскиваться дополнительные какие-то средства. Вы знаете, что есть программа спонсорства в самом зоопарке. То есть, мы, безусловно, будем рассчитывать на это, но, тем не менее, бюджет понимает и готовы к тому, что это будет бюджетное финансирование в основном. Да, это большие очень средства. Ну, проект в этом году будет разработан, проект утвержден, представлен общественности, обсужден, так будем говорить. Но уверена, что то, что мы хотим предложить, оно понравится. Мало того, что речь идет о входе и входной группе, которая будет создана, как я уже сказала, в общем контексте реконструкции и реорганизации парка Преображенский, как говорил Геннадий Леонидович, и я считаю, что это очень разумное решение. Также будет решение, связанное с проездом и с дорогой. Вы знаете, что было подготовлено уже парковочное место на достаточно большое количество машин, и мы хотим, да, это было несколько лет назад сделано, и мы хотим задействовать это парковочное место для того, чтобы люди, которые приезжали вот в этот район, они могли совершенно спокойно ставить машину и дальше гулять либо в парке Преображенском, либо в зоопарке уже по их выбору. Дело в том, что территория зоопарка – это территория природно-заповедного фонда. Менять целевое назначение природно-заповедного фонда законодательно запрещено. Этого делать не может никто, и делать не будет никто. Поэтому мы сегодня находимся в тех зонах, мы, насколько могли, мы немножечко расширили, мы получили в рамках вот этой программы «Земельный акт», мы несколько увеличили территорию, сейчас она 6,5 гектар, порядка 6,5 гектар. Ну, на самом деле, для такого зоопарка уютного, домашнего, которым, собственно, мы видим, наш одесский зоопарк, это территории достаточно.